Всем привет, это Level Performance и сегодня у нас с вами экскурсия в гоночные выходные. Кто-то проводит свои законные дни отдыха с пятой точкой кверху на даче, кто-то ловит грибы, кто-то рыбу собирает, а кто-то просто давит диван и даже книгу в руки не берет. Так уж получилось, что наши люди в большинстве своем проводят выходные либо с семьями, либо с любимыми гоночными автомобилями. Кто-то из них их катает, кто-то ломает, а кто-то ченит. С девяти до шести в будни Юра у нас главный паураканом и вообще сложным техническим проблемам, ну а в выходные он превращается в клинического хондовода. В этом году Юра едет в чемпионат Turbo Racing Cup от начала и до конца, и как это происходит, он расскажет сам. Ну, здравствуйте, друзья, мы с вами на Егора Драйв. Здесь пройдет пятый этап чемпионата по тайм-атак Turbo Racing Cup, в котором мы участвуем. Прошлый этап мы вам показывали с Нижнего Новгорода. Сюда мы приехали с полным оптимизмом, нас снова отпустили, как это было в прошлый раз. Желаем Александру Львовичу и всей нашей команде успехов, а мы будем рассказывать вам немного про другой вид спорта и приземленный к людям. Мы уже прогулялись по трассе. Трасса достаточно захватывающая и имеет большие перепады высот. Длина трассы чуть более пяти километров и будет непросто. У меня в классе на этот раз четыре Megane RS и одна Alfa Romeo. Итого шесть участников в моем классе. Будем стараться показать хороший результат. На этой трассе я первый раз. Не знаю, что получится, но у меня есть сегодня чит-код и у меня с прошлого этапа за выигрыш первого места есть сертификат на тренера. Я этим обязательно воспользуюсь. В общем, будем показывать, что из этого получится. И самим интересно посмотреть. Надеемся, что дождь не пойдет, потому что в дождь здесь могут быть трудности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Другого о ней сказать нечего, потому что трасса уровня Формулы-1 Трасса быстрая, ходовая, с большими плавными поворотами, с перепадами высот интересными И ехать на ней очень кайфово Но есть один момент, ехать на ней кайфово, когда трасса сухая Либо когда у тебя есть на машине некоторые помощники в виде АБС, ЕСП и всяких стабилизаций В моем случае этого ничего нет И сегодня первую половину дня мы ездили по мокрому покрытию, под дождем Я просто был последний как лох Потому что летал в каждом повороте, как хоккейная шайба на прямых колесах, заблокированных по метров 50 И квадратил шины беспощадно просто Потом боги автоспорта сжалились над нами Послали нам хорошую погоду, все высохло Мы поставили качественные шины, качественные колеса для сухого покрытия И улучшились там на 10, на 20 секунд Не, ну на 20 секунд это уже вру я, конечно А, было 40 с чем-то Но было, короче И с последнего места я до четвертой зачетной сессии был на второй позиции в классе Но потом по некоторым причинам в последней сессии я хотел, конечно же, еще улучшиться И по техническим причинам у меня этого не получилось Короче, с нами тигры, которые сегодня подвинули меня на третье место На одном автомобиле Renault Megane RS Это Богдан и Алексей Алексей Пацаны, расскажите, как вы сегодня добивались успеха Как вам сегодняшняя гонка по мокрому асфальту И в целом, как впечатление? Короче, он рулил вот так вот А я рулил чуть-чуть половнее, все У меня просто все додоело И Богдан говорит, тебе надо расслабиться, поехать в гонки Я говорю, брат, у меня нет машины Говорит, брат, у меня есть машина И я такой, ну что, едем? Он такой, да, ну разбил, купил И я такой, я в деле Поэтому я первый сел за нее, сел, я ничего не дотягивался Но у меня было чувство, ощущение, что я король внешней влажной дороги В принципе, по влаге я поставил свои рекорды, был доволен Но потом подсохло, я такой, так, мы играем до конца Ты, конечно, в последней сессии вообще на зеро все поставил Да, все на зеро, но, как говорится, ради этого мы и катаемся Это все убиваем машины, тратим бюджеты Потому что весело Вообще, Хонда, я обожаю ЕГЭшка Это, конечно, Кирилл Бро больше любит Я больше по ЕК-шкам Но люблю он, но старый кузов Постоянно что-то у него там рыгнет Там тросик, там кузов разойдется Это все Стакан оторвется Это факт Да, стакан, это прям больная тема Ну, а у нас с тобой 1-1 получается Получается, да, увидимся в Мечково Встреча на разгоне Красавцы, пацаны Че, поедем в Мечково? Я пойду По бабу Рабочие будни Александры Сразу в два полных монитора Заняты немецкими машинами Потому что она от лица отдела тюнинга Консультирует заказчиков Насчет того, какие им донпайпы Или выхлопы нужно прикрутить Но будни эти скрашиваются 33-м Skyline-ом GTR И 35-м GTR-ом Потому что Саша у нас выходец Из японской культуры Собственно, откуда мы знакомы Лет, наверное, уже 20 Так что неудивительно Что хобби Александры Это у нас дрит Ну че, здорово Здорово Откуда ты еще лет Мы с тобой не виделись Да, очень давно Очень давно Расскажи, что у нас за мероприятие Тут вообще в целом происходит Слушай, ну а че здесь происходит Здесь происходит классная Стритовая тусовка Все по кайфу катаются Именно вот эта стритовая атмосфера Которой сильно многим не хватает Которая объединяет Как вот, опять же-таки возвращаясь Как помнишь, когда-то была автоэкзотика Да, безусловно Я помню автоэкзотику Это вот, когда мы еще были молодые Да, 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 было дело Когда нам было весело Классно, беззаботно Мы ни хера не понимали, что делать с машинами Просто прикручивали какую-то тюнячку бездомно Да, да, просто ехали Да, ни хера это не работало чаще всего Эти самопальные вывороты Еще какая-то вот эта херобора Как бы Вот это все, как бы Оно пришло сейчас к тому, что Многие стали все понимать Но при этом тусовка сохранилась Она увеличилась Дрифт стал во главе всего Раньше больше типа стритрейсинг И всякая такая фигня была А сейчас все-таки как бы Ну уже рулит дрифт И дрифт это как бы Самая основная тема Ну и по наполнению вот И как бы сама же все это видишь Что сложно описать Очень много, очень, очень, очень много Знакомых ребят встретил Классное мероприятие Классная погода И жду, что будет еще только веселей Жалко за рулем Жалко не смогу вечер провести Как в лучших традициях Такого плана мероприятия В шатре Да, в лучшем случае, если в шатре А так, как правило, на улице Просто на улице Да Субтитры сделал DimaTorzok Короче, дрифт бывает разным Не обязательно Это спорт, погоны за чемпионством Огромные бюджеты Дорогущие машины Куча времени И вообще вся жизнь Когда строится вокруг этого дрифта Нет, дрифт бывает еще такой Когда ты просто садишься В кайф Едешь В выходные Тусуешься Встречаешься с друзьями Катаешься с ними Видишься с людьми С которыми ты видишься Реально раз в год Только в формате Мероприятия какого-то На треке У тебя есть доступ Два дня на офигеннейший трек Причем ты как бы За это не сильно Ты много платишь Как бы Вот И, как сказал на самом деле Ренат Лет, наверное, 10 назад Что это та самая суббота Когда все твои знакомые И друзья Онлайн в 6 утра Друзья, всем привет И всем приятного аппетита Мы сейчас находимся на дрифт-экспо Катаемся здесь я и Саша Вот это моя машина Собирали ее полностью В его перформанс Там же настраивали Собрали, наверное, года 4 назад И вот за 4 года У меня абсолютно никаких технических проблем Меняют только колеса Ну, коробка поменялась Из-за того, что мощности много А так, в принципе, все нормально Вот будем сегодня кататься Очень жарко В машине жарко Мне жарко Один круг и остываем Пробежимся кратко по спеку Toyota Alteza У меня она с 2010 года Уже много моторов переживаю Но вот последнее собрал Юра Шатун, привет тебе Самый стабильный Ничего не ломает Все хорошо Так по крышке кончаются быстро Настраивал Влад Зинович Влад, тебе тоже привет Всем ребятам из Глава привет Скучаю По спеку Низ от 2-го GZ Головка от 1-го GZ Чуть-чуть валы стоят 262-е от HKS Турбина Коллектор Вэллэппеформанс Турбина Гар 376 GTX Ген 1 В следующем году Наверное попробую перейти На турбину Чуть побольше Но посмотрим Как будет Mosk Link 154-я коробка И 255-е колесо То есть такой классический Набор машины Полностью гражданская Стритовая Работает печка Музыка И все Все нормально Илья, привет! Где мы находимся? МРВ Москва Рейсвэй Что за мероприятие? Дрифт-экспо 2024 год Первый раз на мероприятии? Здесь, да Вообще, нет Постоянно посещают мероприятия В Мечково В основном был Здесь вот Первый раз приехал Ну и как тебе? Отлично Что-то новенькое Что-то интересненькое Ну Есть различия с Мечково Ну Плюсы и минусы свои Но в целом кайф Супер Расскажи, пожалуйста, в двух словах Про свой автомобиль Ну Машина построена в левеле 90% То есть Сердце, мотор Проводка Это все левелевское Вопросов никаких К этому нету Ходовку сам делал Кузов тоже Машина более-менее свежий кузов Целая Поэтому Ту-ту-ту Не ломается С кайфом Дополгаль 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 Пять Редактор Субтитры сделал DimaTorzok С нами Николай. Николай, расскажи, кто ты, где мы и что здесь происходит? Мы находимся на Дрифте-экспо. Мы с вами на Москву Рейсвей. И мы классно проводим время. Все катаемся, общаемся, тусуемся. Мы такие скромные ребята. В принципе, я думаю, топ-3 фестиваля по дрифту в мире. Не, в мире много, наверное, сказал. В Европе. В Европе, да. Просто я не уверен за американцев. Они вообще сумасшедшие. Для кого этот фестиваль? Для вас. Ну, то есть, вот, для тусы. Для сообщества, для тех, кто хочет просто дрифтить не за миллион денег. Задача фестиваля простая. Дать доступ обычным ребятам на классные гоночные треки. Создать инфраструктуру, возможность реализовывать свое хобби. Ну, это весело. Но не нам. Для нас это такой тяжелый труд. Много людей. Выглядит субкультурно. А на самом деле, конечно, за любимым таким явлением стоят огромные бюджеты. Ну, как бы, кто снимал Москву Рейсвей, тот меня поймет. Окей, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот и прошли два дня Дрифт Экспо. Откатали успешно, ничего не сломали, сожгли кучу резины. Вошли в топ-10 лучших машин всего-всего феста. Вот, устали. На самом деле, уже и сил-то особо нет ничего рассказывать. Вкратце, я вам забыла рассказать за эти два дня, что это мой 200SX. Машина у меня находится уже порядка 15 лет. В принципе, такой хороший стритовый спек собран. Каркас, JZ, выворот. Да и, в принципе, как бы все. Ну, и там всякие приколюхи по мелочам. Вот, так что, в общем-то, уже сил особо нет. Катались просто за два дня выше крыши. Вот такие дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет всем, кто с нами. У нас заключительная серия о кольцевых гонках, в которых мы участвуем. Сегодня мы находимся в подмосковном АДМ Рейсуэй Мечково. Здесь проходит шестой этап серии Turbo Racing Cup по гонкам в формате Time Attack. На этот этап заявилось рекордное количество участников из всех этапов, которые уже прошли. Около ста или больше. И гонка обещает быть интересной, насыщенной и плотной достаточно. Атмосфера здесь крутая. Атмосфера здесь крутая, гонки, хорошая погода и летают самолётики. В целом, будем вам что-то показывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, день наш гоночный подошёл к концу. И сегодня у нас не будет диалогов с пилотами, участниками, а немного послушаем мнение людей, которые наблюдают за этим всем немного изнутри. С нами Артур, мой друг, коллега и единомышленник. И Саня, наш друг, клиент и тоже единомышленник в автоспорте, но немного в другом направлении. Сань, короче, давай, как тебе впечатление от мероприятия, от того, как мы с тобой сегодня прокатились? Слушай, впечатление классное. Очень-очень понравилось. Я впервые на треке, пускай на пассажирском сидении, на переднем приводе. Это, правда, классное ощущение. То есть, несмотря на мощности далеко меньше 300. Сейчас шутки про субаристов, наверное, пойдут. Но это классное ощущение, правда. Я так не умею. Я хочу так ездить, я так не умею. Ну, если хочешь, надо начать. Это распространительная шутка среди узких кругов дрифтеров с учетом долгой постройки моего авто. Ну, ничего, ты с этим справишься, мы тебе в этом поможем, стопудово. Ну, а сейчас мой друг Артур расскажет нам свои впечатления. Он очень давно с нами ездит. На всех этапах был вместе со мной. На одном этапе в Смоленске даже участвовал на своей машине, такой же Хонде. Впечатления потрясающие. О людях хочу рассказать. То, что много очень интересных, крутых пилотов, пусть не профессионалов, хотя есть много и профессионалов. Давай вопросами. Какая самая крутая машина? Твоя Хонда. Кроме моей Хонды? Мазда MX-5. Саня, у тебя какая машина фаворит сегодняшнего дня? Твой. Не хотелось бы показаться вагодрочером, но здесь был потрясающий GT4 желтенький. И, конечно, это классная машина для трека. Я бы с удовольствием раздал. Но, по моему мнению, здесь самая крутая машина – это красная Subaru Rockstar. Это машина с самым лучшим звуком, самая агрессивная. И пилоту респект. Так вот, по итогам сегодняшнего дня, вроде как и есть шанс быть на Тумбе. Вроде как я доехал до третьего места, и в этом мне помогли Меганы. А именно Меган Богдана, с которым мы соперничали в Нижнем Новгороде, в Питере. У нас был 1-1 счет по предыдущим двум этапам. И в этом этапе счет стал 2-1 в его пользу. Он сегодня занял первое место в классе. Ну, а ко мне пытались предъявить вопросы, я даже не знаю кто, но техком со мной поделился, что люди жалуются, что у меня мощность сильно выше, чем заявлено. То есть старушка еще едет? Старушка еще может, да. Но мое личное мнение, что если жалуются, значит, мы все делаем правильно и идем в нужном направлении. Так что будем улучшаться, что-то дорабатывать. А доработать у нас есть что. Саня вот еще очень хочет мысль сказать. Вопрос простой, собственно. Что не хватает, чтобы Меганы были сзади? Чтобы они свои фонари смотрели? Ну, точно понятно, что не хватает жесткой блокировки, чтобы уверенно проходить повороты. Не хватает хорошей подвески и немного жесткости кузова. Хорошо, а лично тебе в плане скилла твоего? Мне нужно только тренироваться и кататься, вкатываться. Всем нам не хватает. Как и всем пилотам. Вот такой вопрос. А какой из всех этапов ТРК тебе запомнился больше всего? Какая трасса тебе больше всего понравилась? А мне все трассы нравятся, но самые запоминающиеся. Ну, мне всегда нравится Moscow Raceway. Это трек, на котором я больше всего раз ездил и на котором я первый раз побывал вообще. И пока, наверное, он в моем топе. Как думаешь, что интереснее, ставить Huracan на клей или все-таки здесь кататься? Да, блин, ну, во всем свои плюсы и минусы. Если ставить Huracan на клей и выезжать на нем из 8 секунд, как мы планируем в ближайшее время, то это будет интересно. Да, мы планируем. Да, да, мы планируем. Такие дела. Любите автоспорт, занимайтесь тюнингом. И тратьте деньги с умом. Тратите деньги с умом, гоняйте на своих машинах. Желательно, законно, на тех площадках, где это можно делать. Шестой этап закончился. С ним вместе закончился весь сезон. По итогам шестого этапа я вас немного обманул и занял четвертое место. Не добрался я до Тумба, а все потому, что в последней сессии появился Ford Focus ST полноприводный, который весь день чинился. И в последней сессии просто нас подвинул. Меня с третьего на четвертое, человека со второго на третье место. Но это не страшно. Это не помешало мне занять первое место по итогам сезона. Потому что в начале сезона у меня был большой отрыв. И все те ребята, которые ехали вторую половину сезона, не участвовали в первых этапах. В дальнейшем мы планируем подтвердить в следующем году свой результат со всеми теми участниками, которые ехали вторую половину сезона. По машине много всего хочется сделать. Подготовить ее более полноценно, чтобы создавать конкуренцию. Также мы, возможно, поедем командой вместе с Артуром на двух машинах, на двух одинаковых Хондах. Не знаю, пока получится у нас участвовать в одном классе или нет. Но будем делать контент. Гоночный 24-й теперь уже окончательно все. Поэтому пришло время подвести итоги, выдохнуть, перекручиваться и начать готовиться к 25-му спортивному году. В котором вы можете присоединиться к нам, к Левелу и Каймолу. В том, чтобы поддержать спортивное начинание наших ребят. Стать спонсором молодых спортсменов. Ну или самим сесть за руль. Потому что не нужно для этого каких-то грандиозных денег. То есть не 20, не 30, не 50 миллионов рублей. Это не тот входной ценз, который отделяет вас от того, чтобы кататься за рулем на гоночной трассе. Вы можете сесть в абсолютно любую тачку. Приехать либо в Быково, либо на какой-то из тайм-атаковых чемпионатов. И просто почувствовать, что такое ехать в гоночном шлеме. Ну а самое забавное, что за время съемки этого видео пыль с удостоверением мастера спорта Советского Союза смахнул наш душнил Евгений Романович. И первый раз за 30 лет он сел на гоночный мотоцикл. Субтитры создавал DimaTorzok